здравствуйте друзья это очередное видео из серии советуем что посмотреть кончается год и в этой ситуации все подводят итоги кто творческие кто итоги личной жизни и так далее а мы давайте попробуем в каком-то смысле подвести итоги наши зрительские киношные давайте попробуем вспомнить что интересного мы видели и чтобы например мне хотелось бы посоветовать вам посмотреть не упустить год был сложным но может быть кто-то имел чуть больше времени смотреть кино давайте сегодня я вам посоветую а вы можете прийти к нам на вечеринку в прямом эфире и посоветовать мне итак начнем была такая женщина к сожалению было потому что трагически погибла елизавета глинка это был человек который сделал такое количество добрых дел помог такому количеству людей в беде что не забудем мы еще очень долго а не забудем еще и потому что молодой режиссер оксана карас сняла картину которая так называется доктор лиза так ее все на самом деле и звали в этом фильме фантастическая актерская работа чулпан хаматовой она вообще сыграла уже много такого что запомнилось нам и будет помнить еще долго но доктор лиза выполнение чулпан хаматовой это какая-то еще одна новая ступень для актера и так доктор лиза режиссер оксана карас вторжение вторая часть диалоги режиссера федора бандерчука этот фильм появился в нашем прокате в начале двадцатого но если кто-то его не сумел посмотреть очень советую о нем разные говорят но то что фильм интересен и захватывает это безусловно речь идет о вторжении иноземной цивилизации именно вторжение потому что если в первой картине больше внимания обращалась на возможность контакта с иными людьми то здесь стоит вопрос о возможности сопротивления вторжению в картине снимались олег меньшиков александр петров ирина старшинбаум там еще есть немало хороших актеров но главное в этом фильме захватывающее действие удивительные для нашего кино спецэффекты а главная тема как найти язык общий с другими как сопротивляться если они этот язык нам сообщить не хотят и так вторжение режиссер федор бондарчук идеальный мужчина режиссер морис вайсберг вообще-то фильм называется не идеальный мужчина только две первых буквы заключены в скобки поэтому читать их от как хотите идеальный мужчина или не идеальный это комедия лирическая комедия немножечко мелодрама в общем жанр жанр который любят все и которые все более удачно и удачно реализуется в отечественном кинематографе не испорчу вам впечатление от картины если расскажу ее завязку дело в том что девушка поступает работать в магазин это некоторое будущее где продаются роботы в мужском обличии и надо же влюбляется в одного из них дальше рассказывать не буду потому что смотреть интересно трогательно а местами смешно уникальность эта картина еще в том что в роли вот этого робота в которого выявляются играет егор крит да тот самый очень популярный певец и так идеальный а может быть не идеальный мужчина режиссер морис вайсберг сериал псих режиссер федор бондарчук сегодня все большим большим успехом а главное интересом пользуются телевизионные сериалы сделанные на вот каком-то достаточно высоком уровне это все-таки же настоящий кинематограф и каждый раз ждешь появление следующей серии и каждый раз в общем радуюсь этому обратите внимание на сериал псих сценарий написала павлина андреева то который в методе играет помощницу меглина поставил все это федор бондарчук а главную роль сыграл константин богомолов вот уж что действительно удивительно замечательный театральный режиссер сам и киношный режиссер все более более интересны а тут актер проблема сорокалетних проблема попытка найти свое место в этой жизни но в этом сериале главное еще и другое стилистиков которые идет рассказ она и трогательная и смешанная и иногда просто очень серьезно цепляющие ну и конечно неожиданный богомолов в общем это стоит смотреть сериал псих режиссер федор бондарчук второй сезон сериала метод режиссер александр войтинский должен признаться что из отечественных сериалов на меня самое большое впечатление за последнее время произвел метод который первый был помните его снял юрий быков один из главных режиссеров среднего поколения нашего кино продолжение совсем другой фильм режиссер другой персонажи вроде бы те же но совсем иные это по-прежнему константин хабенский в роли сыщика меглина и паулина андреева в роли его помощницы есении да они по-прежнему расследуют преступление но ведь помните в конце первого сезона сыщик меглин был убит оказывается что не убит и оказывается что давайте я не буду рассказывать содержание просто поверьте поверьте совету это стоит смотреть сериал еще продолжает выходить отдельными сериями на первом канале телевидения и за этим надо следить еще вот так вот во времени когда он выходит во всяком случае здесь идет разговор об очень серьезных вещах гораздо шире чем у раскрытия преступления хотя безусловно это важно актеры играют по-другому за ними тоже следить в чрезвычайно интересно и так метод 2 режиссер александр войтинский я посоветовал посмотреть всего пять картин 2 из которых сериала но этими названиями далеко не исчерпывается все интересное что случилось с нами в 2020 году в области кино но конечно важно последняя картина кончаловского который называется дорогие товарищи но мы о ней довольно подробно говорили на последней нашей вечеринке которая проходит по средам смотрите наше кино а зарубежным поговорим чуть позже а главное не болейте меня зовут торгей сидоренко пока